Вице-председатель ПДС и депутат от партии власти Дан Перчун обеспокоен тем, что в случае реинтеграции страны, жители Левобережья Днестра должны будут получать пенсии с бюджета Молдовы, а также тем, что они легче смогут голосовать на выборах, что, по мнению парламентария, будет иметь последствия для геополитического баланса сил. В свою очередь, экс-депутат Ливио Вовк подчеркнул, что с таким подходом, основанным на политических дивидендах, проевропейские партии могут в скором времени исключить и Гагаузию из избирательного процесса страны. Эти заявления были сделаны в эфире передачи «Секретели Путири» на телеканале Журнал ТВ. Депутат от партии власти Дан Перчун выразил обеспокоенность тем, что расходы госпюджета Молдовы могут значительно возрасти в том случае, если произойдет реинтеграция республики, уточнив, что на левом берегу Днестра проживает внушительное количество пенсионеров. Действительно, мы говорим о определенных аспектах, связанных с безопасностью. Мы говорим о перспективах 14-й армии, расположенной там. Мы говорим о социальных расходах, которые необходимо взять на себя, финансируя в условиях воссоединения страны. Это внушительное количество пенсионеров, которые должны будут получать пенсии из бюджета республики Молдова. При этом парламентарий сослал сына возможные последствия того, что граждане левобережья Днестра смогут голосовать по более упрощенной, чем сейчас, процедуре. И впоследствии, по словам Перчуна, необходимо будет оценить последствия этого баланса сил с геополитической точки зрения. В то же время мы должны осознавать, что наши граждане, проживающие на левом берегу Днестра, смогут участвовать в выборах по гораздо более упрощенной процедуре, чем это происходит сейчас. Их геополитические взгляды сильно отличаются от, пожалуй, большинства наших граждан, не говоря уже об уехавших наших граждан из диаспоры. Какие последствия это будет иметь для баланса сил с геополитической точки зрения в республике Молдова, также необходимо оценить. Перчун отметил, что все это уже обсуждается, уточнив, что эти моменты не обязательно оглашаются. В свою очередь, другой участник передачи, генсекретарь платформы Даливио Вовк, заявил, что подход к приднестровскому регулированию с точки зрения голосов и политических дивидендов означает, что реинтеграция страны никогда не будет в интересах проевропейских партий. У вас пора с дардак, но его мкалку. Не обижайтесь, но если мы будем рассматривать решение этого конфликта с точки зрения политических дивидендов, голосов, то интеграция Приднестровья никогда не будет входить в интересы проевропейских партий. Но если мы будем придерживаться такого подхода, то я боюсь, что однажды мы скажем и о Гагаузии так, что ее надо исключить из избирательного процесса. На это Дан Перчун заявил, что ему кажется упрощенным подходом не рассматривать наперед все последствия реинтеграции Республики Молдова, как социальные, экономические, так и политические.